И снова здравствуйте, дорогие товарищи! Радио Аврора вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон на Кирилл Рычков, режиссер эфира Михаил Симутов в студии. Со мной эксперт по системе глобального управления Марина Хохлова. Марина Николаевна, здравствуйте. Марина Николаевна, от специалиста с вашим уровнем компетенции слышать словосочетание «срочная сенсационная информация» побуждает сразу легкое пока состояние тревоги. Что случилось? Вы знаете, самое интересное, что я тоже не люблю шок. Но для того, чтобы не было шока в стране, я, конечно, инициировала эту запись как можно быстрее. В преддверии того, что через 10 дней состоится, это, по сути дела, достаточно серьезный форум в Казани 22-го, 24-го. К нам приедут 30, обещают приехать, 30 лидеров стран, а не только БРИКС, а и желающих стать членами БРИКС. Итак, что же будет обсуждаться и что приготовила Россия? Дело в том, что в течение всего этого года на большом количестве площадок обсуждалась эта тема. С чем будет выходить и по каким направлениям наша страна на БРИКС? Какие доклады она готовит? Какие предложения она готовит? Какие инициативы? И это обсуждение было очень широким. И не скрою, меня привлекали и в МГУ, и на многие другие площадки выступить о моих предложениях, которые бы можно было сделать для стран БРИКС. Тем более в той ситуации, в которой мы оказались, в санкционных проблемах и прочее. Мало того, вы знаете, это стало просто общим местом произносить, что деньги – это кровеносная система всего созданного в мире. У нас создана гигантская глобальная техносфера, у нас создана система глобального распределенного труда. Мы встроены в эту систему где-то на ресурсном уровне, а где-то и на очень высочайшем уровне и в сфере вооружения, и в сфере атомной энергетики, и в сфере гидроэнергетики и так далее. То есть я могу показать и космоса, что мы не только занимаемся сырьевой, и нас заинтересованы как сырьевой базе. Но, несомненно, Россия до сих пор сохраняет лидерство по очень большому количеству направлений. И мы видим, как сегодня в рамках СВО обострилась система взаиморасчетов наших, потому что санкции касаются не только нас, а и наших контрагентов и банковские платежи. И стоит речь о том, что раз у нас достаточно серьезные зависимые платежи, мы не можем пользоваться SWIFT, нас отрубили, мы не можем пользоваться теми или иными платежными системами банков. Нам говорят, что не поставляется тот или иной товар. Или растут издержки операционные на доставку и платежи, и оформление тех или иных платежей, которые увеличивают любой товар на 15-20% на сегодняшний день. Вдруг все начали говорить о крипте, через которую проводят те или иные платежи. То есть, тема на сегодняшний день кровеносной системы, хотя бы взаимоотношений стран БРИКС и наших друзей, среди друзей, это является ключевая тема, которая должна была бы рассматриваться в Казани. Должна была бы, намекаясь на то, что не рассматривается. А теперь давайте перейдем к кому, кто будет так рассматривать. И как рассматривать. Дело в том, что интрига сохранялась до 10-10-24 года. То есть, как тот момент, когда записывалось, например, мое интервью здесь по поводу пакта о будущем и вообще документах ООН, где Россия достаточно жестко требовала изменения этих пактов и говорила о своей, скажем так, попытках сохранить в том или ином виде суверенитет, то надо сказать, что в это же время господин Силуанов давал интервью, но не российскому телевидению, а напрямую. И не выступал и на первом, и на втором канале, рассказывая свою позицию. Он давал интервью RT-Арабик. Ну, пока ничего не криминального. Ну, я думаю, что в этом кому, кто и кому дает интервью, хотя интрига, конечно нет. Ничего криминального нет. Сегодня полностью мы видим и понимаем, что ФРС находится в очень серьезной проблеме. Мы понимаем, что все только обсуждают о новом валютном мире, как ему быть. А приватизация прибыли от долларовой системы, по сути дела, закончилась. Теперь обслуживание долларов стоит очень больших убытков и очень больших напряжений, прежде всего, конечно, странам ОСР. То есть 52 развитые, как бы развитые страны. Поэтому началась с 2001 года, я настаиваю на это, достаточно четкая, жесткая программа, и новая тема была открыта по глобальной социализации убытков. Глобальная социализация убытков. Романтично звучит. Это перекладывание убытков на население. На население. Именно так. Что такое социализация убытков? Это переложить все проблемы ФРС, которые накопило до сих пор, как это было всегда и делалось всегда, на население. И, конечно, когда они посчитали миллиард населения, то понятно, что для ФРС, ФРС понимает, и те люди, которые управляют на сегодняшний день данным институтом, понимают, что миллиарда к тем накопленным проблемам, которые вообще создала ФРС, не хватает. Золотой миллиард не справится. Не справится с чем? С социализацией убытков. И поэтому мое мнение, моя гипотеза, что была начата операция, спецоперация о том, чтобы все 8 миллиардов населения стран мира глобального подключились к социализации убытков ФРС. Это очень красиво идти. Правда? При этом, как некоторое... Во-первых... Я бы даже сказал, странно, что не на оставшиеся 7 миллиардов это все не спихнули. Нет, это было бы с их стороны как раз более чем... Но вы знаете, попытки так и делаются, потому что очень многие штаты, надо сказать, что ряд штатов Соединенных Штатов Америки как раз уже приняли в себе законы. И законодательно себя отказали использовать цифровые валюты центральных банков. И это делают очень многие. Оттягивают это законодательство себя. Это Россия идет впереди планеты всей, которую мы обсуждали как раз месяц назад, или там полтора месяца здесь же на Авроре. Итак, стоит вопрос. Конечно же, запускается безумное количество тем, которые обсуждаются и у нас в стране. Это исламский банкинг, это аврамический капитализм, это православный социализм, патриотический сатанизм, справедливая каббалистика, золотой стандарт, двухконтурная экономика. Я специально выписал вопрос. Кроме аврамического капитализма все услышал. Вы знаете, ну, у нас аврамический сейчас капитализм. У нас капитализм есть? Есть. Он православный? Ну, трудно сказать. Не очень похоже. Я на это обращаю внимание, как раз ваше. Это, конечно, всевозможные виды СДРов и наднациональных валют. Замена доллара, евро, всех валют на криптовалюты блокчейн. Конечно, CBDC – это центральные валюты центральных банков. Это всевозможные, предлагались киловатт-часы, время R5 рассматривалось, как некоторое новое, бриксовское, там такое, real, rubble, rupi и так далее. Значит, бриксы сразу назывались. Назывались юниты. И это тоже находилось в обсуждении экономической тусовки. Я специально выписала некоторые обобщенные темы. Их можно дальше продолжать, но мы не будем занимать. Все поняли принцип. Я как несостоявшийся драматург хочу предположить, что тем самым ружьем, висящим на стене, будет то самое загадочное интервью Силуанова, в котором он что-то сказал? Он сказал. И очень откровенно. Но не нам. А интервью «Арабик», РТ «Арабик». И что сказал? Итак, он сказал, что Россия, я не знаю, кто его полномочил от лица всей России, говорит, не от министерства финансов, не от правительства, а от всей России. Он заявил, Россия подготовила и представит доклад о создании независимой платежной системы брикс. И правило на слово «независимая» платежная система брикс. Этот доклад, как он заявил, содержит три серьезнейшие инициативы. Это сама платежная система, это система междепозитарного взаимодействия брикс, «клея». Он говорит по-английски у нас, оказывается. А по поводу платежной системы он не произнес слово «бридж», «мост». Но это обсуждалось очень много в обсуждениях Центрального банка, зампредов Центрального банка, Набиулиной. Достаточно сопровождает его это выступление. И создание собственной перестраховочной системы. Итак, три составляющих части. Платежная система расчетов страновых, это депозитарное взаимодействие «клея» и создание собственной перестраховочной системы. Мало того, Силуанов неоднократно почему-то подтвердил, что брикс, как организация, вне политики. Ну, это путинский формат, да, такой. Ну, вы знаете, слово «вне политики» сложно. Сложно. Страны брикс есть, взаимодействия есть, а политически все взаимодействия, межплатежное, трансграничное перемещение товаровых грузов, проблематично. Проблематично. Страны брикс есть. Но у нас среди стран брикс есть проблематичные отношения. Они есть. Так вот, далее в своем интервью, очень небольшое интервью, ключевой момент, который произнес «похоть». На чем же будет основана эта новая расчетная система? У них самая-самая независимая. А оказывается, она будет, будет ли создаваться новая общая валюта? Нет, не надо, сказал бы. Все вам. Мы не предполагаем сейчас создавать общую валюту брикс. Долгая, напряжная. А будет независимая, собственная, независимая расчетная система в национальных валютах различных цифровых инструментах. И, конечно же, в цифровых валютах центральных банков стран брикс. Так, а теперь весь этот драматизм нужно перевести на русский язык. А теперь мы переводим на русский язык. А чтобы перевести на русский язык, я подготовила таблички. Мало того, что я вот свое выступление снабдила некоторым материалом, чтобы это было четче понятно. Но, к тому же, я подготовила сличительную табличку о проектах и о заявлениях министра финансов России с участием Центрального банка. То есть, он говорит о том, что это политика финанс правительства и Центрального банка Российской Федерации, который будет объявляться докладом на форуме, на саммите БРИКС. При этом, посмотрите, какая тайна. До 10 числа и после 10 числа ни одного документа, ни доклада, ни предложений от лица России, который мы будем предлагать, вы не увидите. А должны были? Конечно. Вы знаете, это наше с вами народное правительство. Это вы сейчас пошутили так? Смешно. Прямо это наше с вами народное правительство. Без комментариев. Без комментариев. Так, ну и что? Это, вы знаете, Центральный банк на территории, он пишет рядом слово России. России. Не понимаете, он не пишет там Лихтенштейн или Швейцарии или Соединенных Штатов Америки. Говорит, Россия. И работает с рублем. Как бы наш. Как бы наш, лучше подходит. Так вот, даже и запишу. Как бы наш. Итак, вопрос. Почему все это являлось в течение всего года, о котором говорит Силуанов? Что они об этом думают? Тайной для российского народа, для Госдумы. Я уточнила у ряда депутатов Госдумы, они тоже не Копенгаген в этом, к сожалению. Не Совет Федерации. То есть, вопрос, почему эта тайна так длительно, во-первых, не объявлялась, это первый вопрос. Почему это было тайной? И второе, после объявления никаких документов, что же конкретно будет выложено, предложено в Казани, тоже не обсуждается. Итак, а теперь посмотрим, первое. На что я хотела бы обратить ваше внимание. У нас замечательное название Брикс. Правда, как красиво звучит? Просто очень хорошо. Мало того, очень многие говорят, что Брикс это Путин, это один из лидеров, это Питерский форум и так далее и тому подобное с 2006 года. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что сам акроним Брикс вел Джиман Нил из банка Goldman Sachs в 2001 году. То есть давайте посмотрим, а где лежат корни. Почему Goldman Sachs предложил вот такое красивое, во-первых, вот эту аббревиатуру и аббревиатуру сначала стран, понятно, что это был Бразилия, Россия, Индия, Китай, как наиболее развивающийся, где очень много населения и которые будут заложниками, замечательными заложниками для социализации убытков системы ФРС, потому что это не один миллиард, а как минимум четыре, а потом к ним будут примыкать и примыкать и примыкать, это же Китай, это же Россия, это же Бразилия, это же Индия. Ну а так как Брикс по-английски это кирпич, есть понятие как кирпич, как основание нового перехода от одного шока в другое состояние, то обращаю ваше внимание, что на конце С, и для того, чтобы добавить это С, чуть позже было добавлено South of Africa, да, то есть у нас появилась Африканская, Южноафриканская республика. Если посмотреть, это вот первое, мне бы хотелось, что люди задумались, а кто, когда, кем была задумана такая очень любопытная организация. Но, вы знаете, одно дело задумать, а другое дело проложить путь. Всегда можно перевернуть доску, на доске можно выиграть и можно вообще победить. Потому что тема прекрасна. Объединиться очень серьезно странам, которые не входят в ОСР, в развивающуюся, в развитые страны, в развитые, развитые, переразвитые, перезревшие страны. Теперь обращаю ваше внимание, с одной стороны вы увидите на таблице, которая будет помещена в нашем с вами интервью, что страны Брикс стремятся снизить свою зависимость от доллара США. Правда. И широкомасштабное внедрение новой системы международных расчетов будет находиться конечно же под огромным западным явлением. Два с половиной года мы пытаемся что-то построить систему расчетов и она находится под очень серьезным действительно санкционным давлением. А при этом обращаю ваше внимание ФРС признает изменение международного статуса доллара в долгосрочной перспективе стимулирует использование других валют. ФРС не держится до доллара. ФРС стимулирует использование других валют. Он сдувает постепенно и пытается сдувать этот пузырь. Он уже разменивает это все. Вот цифре будет посвящено следующее интервью которое попросили мне дать. Я об этом расскажу. Обращаю ваше внимание по данным МВФ Международного валютного фонда. В 23 году доля доллара международных резервов спустилась до 58. обращаю внимание в 71 85 процентов было в 80 75 процентов в 2001 уже ниже 72 процентов. То есть падало 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 уже спускали на тормозах еще не было никаких санкций никаких войн никаких СВО но они уже выходили и всех уходили из доллара. Доля американских свифт уже составляет на 24 год 46 процентов 46 и 6 процентов то есть если БРИКС думает что это они такие независимые надо сказать что они являются некоторым инструментом ухода США и глобалистов из доллара. Это первое. Второе. Итак Россия должна предложить в общем серьезно испачкать свое Реноме потому что она должна повести теперь всех вперед в странах БРИКС платформу для международных расчетов в цифровых валютах стран БРИКС который называется БРИЧ расчетный депозитарий КЛЕ и систем страхования иншуранс А теперь мы посмотрим на очень интересный инструмент рядом с ФРС который рос последние 20 лет очень интенсивно это Банк международных расчетов Базеля которая и здесь поднимается пакт и договор о цифровом взаимодействии который мы обсуждали на прошлой встрече итак Банк международных расчетов в сотрудничестве с органами ООН в том числе право это развитие международным валютным фондом МВФ Всемирным банком ИЦБ стран 63 ЦБ стран крупными мировыми банками включая Голдман Сакс HSBC и шестью государственными банками Китая самыми крупными банками Китая при поддержке Европейского Союза Всемирного экономического форума в Давосе частных организаций типа фонда Билла и Мелинда Гейтс фонда Рокфеллеров и многих многих других реализуют в БИС вместе с банком и контролируют и мониторят Следующая программа Проект Бридж Пилотная фаза закончилась уже в 22 году В марте 23 года сотрудничество с центральными банками Израиля Норвегии и Швеции был завершен проект Айсбрекер ледокол использования различных CBDC то есть центральных валют центральных банков международных платежах они считают что пилот закончен успешно обращаем внимание кто участвовал Израиль Норвегия и Швеция Я правильно понимаю что вы намекаете да даже не намекаете вы утверждаете что Россия собирается представить на саммите Брикс Вы забегаете к вопросам я задам свои вопросы обществу Следующая В октябре 23 года в партнерстве с центральными банками Франции и Сингапура Швейцарии успешно завершен проект Марианна в рамках который изучалась трансграничная торговля и расчеты оптов оптов CBDC между финансовыми учреждениями проект Агора в нем участвуют центральные банки Франции Японии Южной Кореи Мексики проект Промес доверия как еще может быть с участием швейцарского национального банка и всемирного банка по созданию платформы для работы с векселями и так далее я не стану дальше говорить и перечислять все все эти программы вывешены и вы можете прочесть на банке прямо на сайте банка международных расчетов они в полном объеме есть описание и есть очень открыто это никакая не конспирология все все открыто я эти вопросы упоминала раньше это как раз способность оперировать самым открытым но вы знаете это уже просто планирование собственных действий и рассказ чтобы и не сопротивлялись как вы знаете некоторое сковывание активности у меня вопрос который вы увидите на слайде неужели президента правительства вместе с олигархами опять обманули неужели вот мне бы хотелось теперь задать те вопросы и у меня просьба это тоже слайд оставить на некоторое время чтобы люди посмотрели зачитали сделали кликнули стоп и прочли сознательно те вопросы которые должны были возникнуть у всех после этого интервью Силуанова РТ Арабик кто уполномочил Силуанова от нашего имени говорить о таких серьезных решениях финансы это критическая инфраструктура России или нет кто и какие российские герои айти труда создавали независимые платформы и данные цифровые решения проведена проведена ли сертификация этих решений в стек ФСО ФСБ Минобороны ну хоть кто-нибудь посмотрел на незаявленные возможности потому что это будет пострашнее чем пейджеры или электромобили или компьютеры или обрушение просто об индус на компьютерах есть ли регистрация в реестре отечественного ПО Минцифры по указу президента они все это должны были сделать до того как что-то будет объявляться с нашей стороны и предлагаться почему планы и документы по БРИКС тайна почему Россия должна тащить друзей на мост в пропасть почему мы должны реноме России на которое сегодня надеется весь мир тащить в СБДС это такой политический геополитический урон будет нанесен России это просто ничего не будет сопоставимое рядом с этим и это не деньги это мнение о стране это отношение к каждому русскому это другого порядка проблема скажите мне пожалуйста у нас сейчас еще раз говорю у нас сегодня в цифре общаются все страны в национальных валютах почему каким образом как это сказочно CBDC может обойти санкции как как цифровые валюты почему цифровые валюты центральных банков обойдут санкции так так они есть или их нет санкции или цифровые валюты вы знаете санкции есть и цифровые валюты есть стоит вопрос зачем нам их каким сказочным образом сегодня цифровые валюты центральных банков откроют все границы для перемещения товаров и перемещения денежных средств которые сейчас закрыты и при этом силуанов говорит что это будет дешевле и прогрессивнее вопрос а как же суверенитет страны я еще раз напоминаю большое количество штатов отказалось от внедрения CBDC большое количество стран не внедряют себя CBDC и Нигерия воспротивилась и не стала внедрять у себя CBDC я хотела бы сказать от лица я и есть тут народ я народ России от лица народа России я против такого доклада России 22-24 октября на саммите БРИКС в Казани я обращаюсь ко всем своим коллегам соратникам всем людям которые любят нашу страну которые отдают жизнь за нашу страну которые очень много тратят время своего личного времени свою жизнь кладут на то чтобы информировать обучать развивать людей я обращусь к Баглаеву я обращаюсь к Стасонову я обращаюсь ко всем всем кто специально в Сент-Клижаве я обращаюсь пожалуйста донесите эту информацию посмотрите на эту информацию расскажите с другой фокус и со своей точки зрения выскажитесь по поводу этой информации пожалуйста обратите она является одной из ключевых на сегодняшний день еще раз повторюсь я против таких решений нашего правительства я с ними не согласна мало того обращаю ваше внимание что то что сейчас тасситируется в банке международных расчетов я обращаюсь к Чемизову Марадашову Ротенбергам Ковальчукам вы должны понять что следующий шаг и посмотрите на те проекты о которых в открытую говорит банк международных расчетов он дотянется следующим до нас конкретных людей физических лиц минуя их всех понимаете они будут просто не нужны в общении центрального банка банка международных расчетов не нужны будут и центральные 63 центральных банк страны не нужны будут эти все дотянутся до каждого по коду и счету чем это грозит это грозит я уже сказал давайте подведем итоги первое нам очень тяжело было на свифте и мы все сколько лет мы мечтали уйти со свифта мы уходим с одного кукана на более еще жесткий кукан это просто ошейник человек сам Россия сама надевает на себя чужой ошейник это первое второе просто уничтожается реноме уникальной страны Россия которая занимает 1 7 часть суши которая поведет друзей вполне возможно что лидеры согласятся а народы нет ни народы Китая ни народы Индии и всех остальных стран не согласятся мы не согласны с EBDC это второе третье будет полностью уничтожено скрыто даже течение многополярности и суверенитета он будет просто уничтожен и все слова про многополярность про независимость суверенитет не соответствуют делам а для понимания когда если это все таки произойдет это не произойдет почему так все вроде к этому идет вы знаете я может ли какое-то время достаточно длительное человек сидеть и не замечать и не объявить траур по тысячам людей в Курске нам даже не говорят сколько погиб сейчас и мы ни разу не отменили ни одного праздника до освобождения тысяч людей из плена которых возможно мучают мы празднуем до сих пор праздник а что творится почему нам не рассказывают с экрана в каждый день о том что сотни тысяч курян белгородцев из брянска как их дети пошли в школу в каких школах они учатся где куда они переехали как они живут как мы им помогаем что происходит с больными стариками которые лишились домов где в каких санаториях они находятся лишившись всего и дома вопрос заключается в следующем конечно можно ждать и не понимать этих вопросов длительный период и думать что я в домике я защищу свою семью в своем личном доме в своем личном прекрасном доме и у меня ну денег я накопил столько что мне хватит а здесь приходит в его карман карман каждого и осознание придет каждому будут скрыты не просто границы страны не просто границы корпораций будут скрыты кошельки каждого человека если человек хочет через некоторый через катастрофу через трагедию понимать реальную жизнь он может себе такую щедрость оставлять я не могу себе позволить не сказать людям честно и откровенно о той о тех рисках и проблемах которые ждут впереди я считаю что это это тяжело но это честно кажется что президент достаточно доверяет антону германовичу вы считаете что наш президент не понимает или как вы уже выразились всего в очередной раз обманывают но вы знаете не видеть в течение 30 лет движения нато я как по заданию своей страны представляла наши российские интереты в тот момент когда мы пытались дружиться с НАТО я могу сказать что я лично написала в министерство обороны в СВТС что значит движение проширение НАТО видели все о нем как вы говорили мы ругались возмущались и что ничего кто возмущался мы дружили в этот момент когда приошли с НАТО мы дружили у нас был совет россиян по оборонам продукции и технология у нас действовал совет посмотрите кто его возглавлял поисторически давайте вернемся к следующему сейчас я хотела бы в связи с тем что это произошло три дня назад вас проинформировать об этом событии поднять здоровые силы в общество довести это до сведения прежде всего ФСБ я думаю что посмотрят правительство те кто не понимает Госдумы Советы Федерации администрации президента Совета безопасности если вот уже не Патрушева а Шойгу пора пора подниматься пора задуматься пора посмотреть кто такой Силуанов почему он озвучивает такие намерения на то мы закончим с нами был эксперт по системе глобального управления Марина Хохлова Марина Николаевна спасибо что нашли время спасибо спасибо что сообщили эту информацию что рассчитываю что несмотря на то что она была не самой простой наши зрители тоже смогут с ней разобраться ради Аврора критикуем предлагаем делаем будьте бдительны спасибо добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров Аврора представляет компанию Акнотика меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям что и коллектив нашего информационного агентства Акнотика это новое слово в остеклении объектов любой сложности прямая связь с руководителем честность надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон предлагает двойной срок службы конструкции по цене прошлого года пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний и вы поймете почему окна Акнотика доступнее чем кажутся а гарантия 10 лет не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил Акнотика надежно доступно в срок ссылка в описании срок 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 и